МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На адресную строку, адресную строку сайта, на который вы заходите в сети интернет. Без этого элемента, соответственно, вводить какие-либо свои персональные данные категорически не советую. Значит, помимо того, что необходимо внимательно смотреть на строку сайта, желательно пользоваться приложениями банка. Почему? Потому что, в принципе, все банковские продукты, приложения, они имеют уже встроенные программы защиты средств клиента, как антивирусное обеспечение, как какие-то проверки коды, где-то имеется уже встроенная двухфакторная идентификация клиента. Соответственно, использование приложений позволит вам не ошибиться. Принимая телефонный звонок с неизвестного номера, помните, мошенник — это специально обученный человек с поставленным голосом и знанием психологии. Иногда их разговоры начинаются вообще совершенно с безобидных вещей, которые не вызывают у вас никакого подозрения, и вы, длительное время общаясь с этим человеком, начинайте входить, соответственно, он входит в ваше доверие, и его последующие просьбы не вызывают у вас уже такой критики, именно критического мышления на то, что он просит вас сделать. И ряд выполняемых вами действий, сообщаемых информаций, не вызывает никакого подозрения. Это кажется совершенно нормальной штатной ситуацией, поэтому вы можете день, два, три общаться с человеком, либо это может быть часа происходить, и никаких противоправных действий вас совершать он не будет просить. Но в определенный момент он получит от вас ту информацию, которая будет ему нужна. Кто бы вам не позвонил, предупреждают сотрудники полиции, будьте начеку. Помните, участие в опросах тоже не безобидно. А еще критически относитесь ко всей получаемой информации. Прошу вас обращать особое внимание на все СМС-сообщения, поступающие с номеров банка, на тот текст, который там размещен. И ни в коем случае не сообщать те коды из СМС под любым предлогом, любому сотруднику. Коды предназначены для того, чтобы подтвердить любую операцию. Если этот код был введен, значит операция, транзакция вами подтверждена. Значит, соответственно, для банка это легальная операция, которую оспорить невозможно. В основу компьютерной гигиены входит защита своего пароля и использование разных комбинаций цифр для разных финансовых нужд. Пароль на входе в мобильное устройство один, пароль на личный кабинет на сайте другой, пароль для онлайн-банка третий. Соответственно, запомнить пароли можно, в принципе, если какой-то алгоритм для себя понятный придумать. И самое главное, эти пароли также необходимо менять. При покупке через сеть интернет пользуйтесь отдельной картой. Эта карта будет только для интернет-покупок, и утрата данных ее, соответственно, не принесет вам большого вреда. Поэтому это тоже то, чем надо пользоваться. Ну и стандартная ситуация, когда человек меняет абонентский номер телефона, но забывает отвязать его от мобильного банка. Он добавляет в мобильный банк новый номер телефона, при этом забывает, что именно нужно отключить старый, таким образом, чтобы им пришло уведомление о том, что такой-то номер, соответственно, у вас заменен на такой-то, и старый номер отключен. Почему? Потому что, как правило, человек говорит, я хочу подключить мобильный банк, и думает, что раз я подключил новый номер, то старый номер уже не работает. Это не так. Старый номер продолжает работать до момента его отключения, потому как одновременно к мобильному банку может быть подключено несколько абонентских номеров. Используя ваш абонентский номер, можно получить доступ в личный кабинет, можно просто осуществить перевод денежных средств, не выходя из дома, не имея банковской карты, путем отправки смс-сообщения на службу банка. В принципе, данные функции уже владеют все, даже школьники, поэтому, соответственно, эта информация является актуальной. Абонентские номера нужно именно отключать, отключать, а не менять. Нередко на уловке мошенников попадаются те, кто пытается продать свой товар через всемирную паутину. В ходе общения его потенциальный покупатель, а именно наш мошенник, убеждает ввести определенные данные для получения денежных средств за продаваемый им товар. Но вместо того, чтобы вводить номер карты, он убеждает его ввести данные, которые необходимы для подтверждения транзакции. Таким образом, наш продавец подтверждает транзакцию со своей банковской картой и теряет денежные средства. Только в этом году в суд направлено около 150 уголовных дел этой категории. По некоторым уголовным делам потерпевшими признаны десятки человек. Мы должны понимать, что любая сделка, которая заключается под влиянием третьих лиц, это сделка, которая заключается в любом случае. И, к сожалению, я вынуждена об этом сказать, потому что сейчас растет количество кредитов, которые были получены под залог квартиры. То есть у нас сейчас получилась ситуация, когда граждане в результате влияния мошенничества не только лишились денежных средств, но и рискуют лишиться своей квартиры, потому что все кредиты, которые они оформили, они оформили под залог своей недвижимости. Запомните главное. Никому, ни при каких условиях не называйте конфиденциальную информацию своих банковских карт и не переводите незнакомцам сбережения. Если вы кому-нибудь отправляете денежные средства, вы должны понимать, что вернуть эти деньги самостоятельно вы уже не сможете. И любые обещания о том, что эти денежные средства будут внесены на ваш счет, на безопасную чейку, в сейфовую чейку, любые другие манипуляции по переводам между вашими счетами, это неправда. Поэтому, соответственно, вы имеете дело с мошенником в 99% случаев. Более подробно о способах противодействия мошенникам мы расскажем в программе «Тема дня» во вторник, 4 октября. Эксперты программы, специалисты Центробанка и сотрудники полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова